Сегодня в нашей студии согласилась принять участие в шоу «Доброе утро! Арцах» моя первая учительница Ванян Сан Сергеевна. У меня мурашки по телу, большая такая ответственность на меня брать интервью у моей учительницы. Сан Сергеевна, я благодарю вас за то, что вы приняли участие встретить утро вместе с вашей ученицей. Хочу вас поздравить с этим замечательным днём и, как в первом классе, волнуясь с дрожью во всём теле, подарить вам небольшой букет цветов. Огромное спасибо. Конечно же, эти цветы не сравнить с вашей красотой, но я очень с утра старалась и очень волновалась, зная, что вы придёте, зная, что вы впервые согласились дать интервью, зная, что вы сегодня оторвётесь от ваших учеников, которые ждут вас, потому что вы на работе, но всё-таки нашли время встретить утро вместе с нами. Доброе утро! Доброе утро, Марта! Доброе утро, слушатели наши! Да, сегодня День Учителя, наш профессиональный праздник, и я рада, что оказалась с тобой рядом. Спасибо вам большое! Я горжусь этим. Я также этим горжусь. Вы более 45 лет работаете, являетесь достойным примером для хороших детей, и вы работаете более 45 лет в третьей школе. Все это знают, все вас любят, все вас уважают. У меня такой вопрос к вам первый. Почему и как вы решили стать учителем? Наверное, вопрос правильный. На него ответить непросто, потому что в моей жизни было очень много хороших учителей, на которых я хотела бы равняться, старалась равняться. С кого я брала пример? Это, во-первых, был мой дядя, учитель истории. Долгие годы он работал и директором школы. Это моя тетя, уже сестра отца, которая работала учителем начальных классов тоже очень много лет. И ее имя внесено в список 100 лучших учителей века. Это Карапетянефраксия. Она работала в Аскиранской школе. Ее почитают, уважают. И, конечно же, это первые примеры в моей жизни. Достойные. Достойные, да. И следующее, я пошла уже в школу, я переступила порог этой школы, восьмой школы, и у меня появились в жизни уже свои настоящие учителя в школе, которых я полюбила очень. Правда, каждый раз я хотела то стать учителем истории, то стать учителем русского языка, а в какой-то момент вообще выбирала профессию юриста, хотя дома мои родители, а тем более моя бабушка, все время видела меня врачом. Но в конце-то концов я остановилась на этой профессии. Учитель начальных классов, о чем я ни капельки не жалею. Я люблю свою профессию, я люблю детей, общение с ними, это доставляет мне удовольствие, хотя работа очень трудная. Да. Очень. И не всегда ценят по заслугам, это тоже немного обижает. Исходя из того, что вы окончили восьмую школу, как так получилось, что работать вы стали в третьей школе, и 45 лет вы ею верны? Я скажу на это, отвечу честно. Когда меня хотели устроить на работу в школу, я устраивалась после окончания вуза, я стремилась в восьмую школу. На тот момент, пока у меня там работали мои же любимые учителя, я решила, они будут моими наставниками и далее. Но когда я обращалась с этим вопросом, что я хочу именно в мою школу, и когда решили меня устроить уже направить в третью школу, мне так и сказали, вы знаете, восьмую школу не получилось, а в третью школу вы пойдёте работать. И я ни капельки не жалею, что попала в третью школу. Здесь очень хороший коллектив, очень сильные, знающие учителя. И это с первых же дней моей работы, работа была оценена моими коллегами тоже. И в то время работали такие учителя, как Белла Александровна, Софья Галстановна, Седа Артёмовна, Ирина Суриновна, Римма Рубеновна, очень многие, которые мне помогли в моей работе тоже. У меня мурашки по телу слушая. И, конечно же, они всеми нами добрые люди, которые навсегда останутся нашими верными учителями, которые многое-многое в нас вложили. И я скажу, что моя первая учительница в восьмой школе это была Ирина Артёмовна. Вот с кого я взяла пример, в кого я играла дома, когда учила в школе, точно так же, как сейчас играют мои дети, роль учителя. И далее уже были другие хорошие учителя. Я любила учителя истории, поэтому вначале выбрала вроде бы предмет истории, ввести историю. Но потом у меня классный руководитель, Арик Гурденовна, тоже любимая мной учительница. Ну вот они и сыграли огромную роль в выборе профессии. И я даже иногда думаю, что не я выбирала профессию, а профессия выбрала меня. Потому что я в другой сфере себя не вижу. Я благодарна Всевышнему за то, что вас послали в третью школу и за то, что нам всем выдала такая честь видеть вас и называть вас по сей день нашей первой учительницей, уважаемой Санна Сергеевна. У меня вот такой вопрос. Что самое интересное для вас в работе учителя? Ну, наверное, самое интересное – это общение с детьми, с их родителями. Интересное то, когда видишь, как растет в твоих глазах ребенок. Не только физически, но и, конечно, умственно. Интересно, когда вот заходишь в класс, и на тебя смотрит там 40 пар глаз, и они от тебя чего-то ждут, они представляли себя, себе учителя-волшебником. Вот я не могу, а она сделает так, что я все сумею. И ты, конечно, стремишься, чтобы не разочаровать детей. И если это у тебя получается, значит, вот это очень интересно, приятно, приятные ощущения, конечно же. Но я скажу, что до сих пор получалось. И это самое... Я довольна моими учениками. Правда, вкладываю всю себя, часть своей жизни вкладываю. Но результаты потом радуют меня. Вот один из результатов – это ты, Марта, которой я горжусь, которую любят очень многие. И говорят же, что если ученик превзошел своего учителя, это хороший ученик, это гордость для учителя. Это пример, Марта. Спасибо, спасибо большое. Хотелось бы узнать вот о плюсах и минусах этой профессии. Нельзя на этот вопрос ответить сразу, потому что много плюсов, но есть и минусы. Плюсов много, потому... Первый плюс, я считаю, это благодарность учеников. Если ты можешь стать авторитетом для ученика, ты можешь оправдать его надежды, дать ему знания, воспитать его, открыть ему дверь во взрослую жизнь, значит, этот ученик будет тебя вспоминать с благодарностью. И мне очень бывает приятно, когда меня вспоминают, и вот сегодня меня вспомнили, конечно же. Я даже не скажу, что вспомнили, и не забывали. Вот, правильно. И не забывали, да. Постоянный этот связь с учениками, с родителями у меня никогда не прерывалось. И до сих пор вот я взяла первый класс, передо мной сидят несмышленные дети, но когда я их уже выпущу после четвертого класса, они для меня будут очень умные, воспитанные, много знающие. А те, кто уже принимают, для них они еще малыши, а для меня они взрослые. В третьем-четвертом классе я могу с ними спокойно, как со взрослыми, общаться, говорить на любые темы. Они делятся со мной своими тайнами, значит, видят во мне не только учителя, но и наставника, но и видят где-то школьного родителя. А это так и должно быть. И хотя у меня первый класс, но я на переменах не могу отдыхать не только от первоклассных, но и от своих детей, которые уже выпущены. Это и пятиклассники, это и девятый класс, двенадцатый класс в этом году был выпущен, но тоже ходили. Каждую перемену ходят ко мне пачками, по одному, по два, по три, просто повидать. Вот у меня после четвертого класса уехал ученик, не один, а много учеников уехали в Россию в связи с нашими событиями. И вот ученик недавно, два-три дня назад, ко мне поступает звонок из России, это 10 часов, звонит мой ученик. И мама как-то оправдывается, говорит, Санна Сергеевна, а я ему говорила, не звони, у нас 9 часов, у Санна Сергеевна 10 часов, может, она отдыхает после работы, не тревожь ее. А он, мама, я только на секунду услышу голос, спрашиваю, как она, и сразу дам отбой. Я не буду ее тревожить. И вот мы поговорили, правда, не минуту, а больше, поинтересовалась, обещал радовать и далее своими успехами. Ребенок, который уехал, к которому мы устроили экзамен, потому что у наших детей возраст не совпадает, да, с возрастом в России, там в четвертом классе не должно быть, чтобы ребенку было 9-10 лет, там ходят 7 лет. И вот ему устроили экзамен двухчасовой, который он сдал за полтора часа, сдал на отлично, все были удивлены, как не наша национальность, и вот так прекрасно знает. Ну, конечно, до этого мама звонила, благодарила. Вот это приносит радость. Это плоды моей работы. Вот что интересно. Получать плоды. Хотя вкладываешь в себя всю. И учитель вкладывает все, и ничего не просит взамен. Только бы вот это услышать все хорошее от своих учеников. Вот что радует. Марта. Что самое интересное, что есть также подруги у меня, с которыми мы поддерживаем связь, у которых дети, им выпала такая честь. Вот я мечтала о том, чтобы мои дети учились у вас, но пока Всевышний мою мечту не осуществил, не исполнил ничего. У подружек дети, которые также детям повезло, и сейчас вы их, были их учителем, они, правда, как вы сказали, уехали. Также звонят. Девочки мои говорят, что ребенок приходит, говорят, мама, Санна Сергеевна, совсем другая. Так она объясняла, так все понятно было сразу. А там такие учителя, такие холодные учителя, просто напишут на доске, вот это, вот это вы учите, придете, расскажете или решите. И все. И это очень приятно, что начинают наши учителя, наши, быть намного нужными для родителей, именно в глазах родителей. А наши родители понимают, что хорошо, когда вовремя ценят учителей и понимают, что какое счастье, что именно нужный учитель преподает детям. Да, оказался рядом с детьми. Я еще вот закончу то, что ты дала мне как раз мысль об этом говорить, то, что мечтала. Многие и твои одноклассники, и до того, кого я выпускала, тоже об этом мечтали в прошлом году. Уже поступают ко мне, дети моих учеников. Это школьные мои внуки, да, получается. Вот одного я выпустила, тоже мальчика, и в этом году, точно так же, как ты, через кого-то передавали, стеснялась звонить мне сначала. Я понимаю, это чувство. И передавала, все время я слышала, вот она так мечтает, чтобы какой-нибудь ребенок ее попал к вам. И, наконец, в этом году ее дочь попала ко мне, сейчас она у меня в первом классе. Она такая же будет умница, как ее мама, которую я выпустила, и которая впоследствии получила золотую медаль, с отличием окончила школу. Я думаю, я ее тоже смогу также поставить на ноги. И вот то, что говоришь, уезжали в Россию, правильно, даже оттуда мне звонили, Сан Сигин, а мы не поняли вот эту тему. Вот мы не поняли какую-то тему. Я говорю, я готова вам объяснить, пожалуйста, связывайтесь сейчас, тем более, благо, есть ватсап, есть другие виды связей, да, можно пообщаться и объяснить. Я всегда рада помочь каждому. Это один плюс. Второй плюс, я считаю, значимость нашей профессии. Наша профессия, учитель, древняя профессия. Она всегда была уважаемая, учитель всегда был на высоте. Правда, немножко все меняется, немножко в одну сторону, в хорошую, в плохую, это уже со временем связано. Значимость нашей профессии в чем? Я считаю в том, что мы не только обучаем детей, даем им знания, но мы их воспитываем, да, своих учеников, детей наших. А как мы все знаем, дети – это будущее нашего государства. А значит, учитель принимает значимую роль, значимую роль в развитии нашего государства. Вот значимость нашей профессии. Обязательно. Мы воспитываем в них таких людей, чтобы в дальнейшем гордились ими. Вот наша война, которую мы вообще не хотели, и чтобы этот 2020 год, который я вообще презираю, не люблю этот год, и чтобы он не возвращался никогда к нам. Сколько наших учеников отдали жизнь. И когда заходишь в школу, просто вот мне приходится проходить мимо этого стенда погибшим. Каждое утро. И щемит на груди. И когда я получаю цветы, первый букет я отправляю через детей, чтобы дети тоже вот видели, почитали, ценили, помнили и знали, что это значит. Первый букет обязательно мы должны положить к ногам, к портрету наших парней. Бесценные герои наши. Да, да. Очень трудно описать то состояние, которое мы каждое утро испытываем. Да. Но благодаря них мы должны жить, мы должны дальше трудиться, мы должны дальше работать. Очень трудно дальше что-то делать, но я думаю, что они сделали невозможное ценой своей жизнью, обеспечили наш мир. И мы обязаны просто выжить и идти вперед. Обязательно. Я бы хотела вам такой вопрос задать. Вот как педагог, на ваш взгляд, современные родители, какие ошибки чаще допускают в воспитании детей? Я скажу так, что первый воспитатель, каждого ребенка это его родители. И слово родители с его делом не должно расходиться. Вот в чем первая ошибка. Просто говорить ребенку, ну, например, я возьму даже самое простое. Да, сейчас постоянно что взрослые, что дети, телефон в руках, да, и что-то ищут. Каждый для себя. Ребенок, игру, родители, еще какую-то информацию. Они не позволяют детям брать телефон и все время говорят, вот нельзя, это неправильно. А ведь они же являются примером. Они должны показать, что на это тоже надо отвести определенное время. То есть мало общаются со своими детьми. Живого общения нет. и это очень важно. Хотя бы в день, если не больше, 20-30 минут родитель должен общаться с ребенком, послушать его, послушать, что его интересует, направить на правильный путь. Если нет этого общения, ребенок постоянно будет искать кого-то на стороне. А сейчас ищут не кого-то, а что-то. Это телефон. Это все, что там они находят. Живое общение не заменит ничто. Вот сейчас в школах ввели ИКТ, информационно-коммуникационные технологии. Это очень хорошо, большой плюс. Школы оснащены компьютерами современными и так далее. Но я считаю, что ничто не заменит ни живое слово учителя, самого учителя, который может петь, танцевать, делать какие-то движения, показать что-то, находить какие-то синонимы и не заменит эту школьную нашу черную доску. Доска школьная, она незаменима, ничем незаменима. Доска и учитель. Я с вами полностью согласен. Да. Вот я, когда работала, я помню каждого ученика, фамилию, имя, где сидел. Вот когда ко мне заходят, тот день зашел девятиклассник, Саня Сергеевна, вот моя парта, а кто сейчас здесь сидит, а хороший ли ученик. Да, вот учитель, когда работает, ну, компьютер, это одно, учитель работает, я работаю, я смотрю в глаза ученику. Я когда объясняю, я смотрю на реакцию. Если ученик не понял, я ищу другие способы, синонимы. Ага, вот на этом месте его глаза сказали мне, что я понял, заблестели. Это меня радует. А если вдруг получает, что какая-то тема сложная, я поняла, что два, три, четыре ученика не поняли, по пути домой я начинаю размышлять, придумывать, а что сделать для этого ученика. Во-первых, я его вызываю утром рано. И сейчас тоже. Я говорю родителям, я прихожу в школу очень рано. И давайте по одному, два ученика, пусть по утрам подходят ко мне. Вот сейчас первый класс, чтобы навыки чтения как-то с ними отработать, чтобы каждый ученик умел уже к декабрю, даже я не говорю к концу года, хотя мы закончим учебник тогда. Если мы к декабрю научимся читать хотя бы тот материал, который будет нам дан, значит, к концу года, уже пройдя всю азбуку, будет читать отлично. Вот что живое слово. И поэтому я попрошу всех родителей больше общаться с детьми, не стремиться к тому, что вот твой ребенок должен быть первым. Да, вот ты сделай, давай я тебе помогу, чтобы ты был первый. Почему ты не первый, а вот первый тот. Не надо вот такого делать. И еще в чем ошибка. Каждый из нас, будучи ребенком или взрослым, имел свои мечты. Какие-то мечты воплотились, а какие-то нет. И вот молодые родители решили, то, что он не воплотил в жизнь, давай я это сделаю через ребенка. А ребенка это не нужно. Он выбирает совсем другой путь. У него другая стезя в жизни. А зачем настаивать и навязывать то, что тебе нравилось, то, что ты хотел бы. Не надо этого делать. Сначала узнать, чего хочет ребенок и послужите ему примером. Что бы вы ни говорили, вы пример. Дальше уже пример учитель. И еще. У меня, конечно, в моей практике такого не было, и слава Богу. Мне как будто попадались все время, передо мной сидели самые красивые, самые умные, и потом становились ученики, и самые воспитанные, и благодарные родители. Но есть такая ошибка. Возле ребенка нельзя говорить про учителя плохо. Мне не нравится этот учитель, а вот тот учитель хороший. Нельзя. Учитель авторитет для ребенка. Вы должны поддерживать. Даже если вы считаете, что неправильно оттенен ребенок, а учитель считает, что это правильно, вы скажите, что так и надо. Вот надо постараться. А тогда ребенок и будет стараться. Если вы скажете свое мнение нехорошее про учителя, вы закладываете у ребенка свое мнение в подсознание, и он уже не захочет пойти в школу. Я считаю, что учитель должен сначала сделать так, чтобы ребенок захотел идти в школу. Будет он учиться на отлично или нет, это не важно. Вот у меня много, конечно, работая столько лет, имея такой опыт, были и разные случаи. У меня был мальчик, но это не единственный случай, пришло время как-то отдавать детей в другой класс, чтобы набрать тот класс тоже. И передо мной поставили задачу отдать двух учеников. Кстати, это было и в вашем классе, это была другая история, не буду ее затрагивать. И это отдать двух учеников. Я говорю, я не могу никого отдавать, это мои дети, они два года передо мной сидят. Берите по списку, берите просто наугад, кого хотите. И все равно я не захочу никого отдать, ни двоечника, ни отличника. В конце до конца взяли девочку, которая училась на средней ударнице и мальчика, который учился слабо. Он жил недалеко от школы и оказывается, когда его передали другой учительнице, я не говорю, что та была нехорошей, но ребенок хотел свою учительницу. Конечно. И вот мама через неделю, даже меньше, она подходит, Саня Сигеновна, я вас очень прошу, возьмите его обратно. А я не отдавала, я говорю. Мой ребенок, не говорю, что у вас учился на отлично, а вдруг там стал получать троечки, но я теряю своего ребенка как ребенка. Он не заходит домой, он не слушается меня. Ну, в общем, и она добилась того, чтобы ребенок вернулся ко мне. И буквально опять-таки через неделю она приходит, благодарит меня. Вы знаете, я нашла моего сына, он говорит, мама, давай мне мусор, я вынесу его, возьми мою сумку, оставлю сумку, сейчас вернусь и сделаю все мои уроки. Мне задали то, то, то. Вот так тоже бывает. Так тоже бывает. И поэтому родитель должен помогать учителю. Как мы говорим, вот эта связь, родитель, учитель, родитель и среда сама, в которой мы растим наших детей, эта связь должна быть непрерывной. Я все время говорю, мою работу продолжайте дома. Если не будет продолжения, если не будет этого уважения, ребенок не захочет в школу, это уже все. Мы теряем все. Ребенок хочет в школу. Вот сейчас моя первоклассница, невозможно этому научить девочке, которой 6 лет. То есть это не научили, это то, что в ней есть, то, что она чувствует. Каждую пятницу не только она, и некоторые тоже подходят. Сан Сигеевна, а я так буду скучать, мне так не хочется отдыхать эти два дня. Вот чего это стоит для учителя? Ты забываешь все то, что ты перетерпела за день, за два. Сегодня решаешь. Я каждый раз решаю, мне дома тоже делали замечание насчет того, что я отдаюсь полностью, вкладываюсь, да, и прихожу домой совсем никакая. Я вечером уже иногда думаю, вот завтра начнут день по-другому. Вот не буду вот так. Наступает утро, все начинается так же. Силы приходят. Все начинается так же. Смотришь на детей, они дают тебе свою энергию, тебе хочется больше отдавать им. Вот такая наша работа, Марта. О чем вы мечтаете, Санна Сергеевна? Я мечта, наверное, у каждого армянина, тем более, который проживает в Арцахе, одна и та же, чтобы наконец поняли, что здесь живут люди, что эти люди любят свою родину, что они хотят жить в мире и ни с кем не воевать. Мы не хотим никому зла, мы ни на кого не нападаем, у нас есть своя мечта вырастить своих детей на своей земле. Ведь наши дети очень любят свою родину, очень. Я это скажу на примере моих внуков, теперь уже внуков, и моих детей, сыновей, которых я не могу заставить, как и другие уезжают, они патриоты, как и их отец, который воевал за свою родину. правильное воспитание, такие примеры. Да, и мои внуки тоже, вот внук поедет даже, да, здесь хорошо, но я так скучаю по нашему городу, кто приехал и ему хорошо. Вот пусть поймут это все остальные, те, кто строит этот мир, те, кто создаёт войну, те, кто строит мир с их помощью, да, те, кто властвует в этом мире, пусть это государство, пусть это руководители, пусть понимают, каждый человек хочет мира, мы хотим мира на нашей земле, мы хотим голубого неба, и чтобы Арцах процветал, наши дети улыбались, и чтобы мы ходили, вот я помню, после той войны мы занимались, но все-таки учились, мы стремились мы занимались в библиотеке, там под стеллажами ставили книги, ходили под бомбёжкой, да, бомбили, а мы стремились в школу, учить детей, вот чтобы этого не повторилось, и в эту войну тоже мы занимались онлайн, и всё равно не оставляли учёбу, учёбу не оставляли, и этим поддерживали наших воинов, я думаю, потому что они знали, что их дети учатся, в дальнейшем они их заменят, правда, не на поле боя, а найдут свою профессию мирную, вот чего я хочу. Дай Бог, чтобы все ваши пожелания, все ваши мечты исполнились, я благодарна вам, вашей семье, в лице вашего супруга мы долгое время чувствовали и поддержку огромную, с помощью его огромной команды мы в своё время одержали победу, я думаю, что продолжение вашей дети, ваши внуки, и победа вновь будет за вами, потому что у нас у всех достойный пример, достойных учителей, ещё раз вам огромное спасибо, ещё раз поздравляю души с этим праздником. Ваши пожелания всем учителям. Вот об этом я и хотела. В этот профессиональный праздник, в этот день, я хочу пожелать абсолютно всем учителям, всем учителям, и особенно учителям Арцаха, и отдельно поздравить хочу учителей третьей школы, моих учителей, которые ещё живут и служат примером для нас здоровья. Работающим учителям я желаю стрессоустойчивости, потому что это немаловажно в нашей работе. Я желаю, чтобы они больше любили детей. Не любить детей, работать с учителем, лучше не работать, уйти с этой работой. Надо любить детей и любить своё дело, потому что стать учителем, это не означает, что прочитать много книг, знать все кнопочки на телефоне, на компьютере. Нет, этого недостаточно. Надо уметь любить детей и суметь отдать все свои знания в доступной форме детям. Вот я желаю моим учителям, моим коллегам здоровья, мирного неба, личного счастья и терпения. Спасибо вам большое. Дорогие наши радиослушатели, хочу сказать, что сегодня в нашей студии была учитель большой буквы, более 45 лет стажа у вас, и можно сказать, что вы учитель от Бога. Большое вам спасибо, долгих лет жизни, мира, осуществлению всех ваших целей, планов и, конечно же, здоровья вам. Спасибо, что пришли, спасибо, что порадовали, спасибо, что оторвались от ваших новых любимчиков и встретили это утро в нашей студии вместе со мной. Спасибо. Спасибо тебе, Марта, твоей команде за такое чудное дело. Всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова